15-й тур Перен СтопФЛ футбольный клуб «Муром» проводил на выезде в Долгопрудном против местного клуба. Хозяева весьма успешно преодолели кризис первых игр и сейчас располагаются в пятерке лучших нашей зоны. Муромляне также подошли к игре в неплохой форме, имея серию из трех побед. Надо сказать, что подопечные Владимира Казакова свои победы одержали не самыми сильными командами, поэтому матч с Долгопрудным должен был показать, насколько муромский коллектив способен противостоять более маститым соперникам. Игра для «Муром» началась обескураживающе. Буквально на втором минуте защитники сыграли нерасторопно, оставив чужого нападающего в центре штрафной. Таким подарком хозяева воспользовались сполна. После навеса в штрафную форвард Долгопрудного головой направил мяч в ворота. Бородин выручить не смог. После этого игра немного выровнялась, но опасных моментов наша команда не создавала. Тем не менее, на 20-й минуте Игорь Беляков сумел забить. Максим Зимарев оказался на фланге и сделал навес в штрафную. Подача получилась невысокой. Игорь в борьбе с защитником сумел подставить ногу и переправить мяч в ворота. Во втором тайме тренерский штаб «Муромлян» провел все пять разрешенных замен. В воротах Сергей Бородин был надежен, а в концовке игры наши футболисты смогли создать два стопроцентных момента. Но в одном случае Виктор Карпухин не попал в ворота после удара головой. А во втором Руслан Паштов послал снаряд выше ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1-1. Теперь в активе «Мурома» 18 очков после 13 игр. Следующий матч наша команда проведет на своем поле 3 ноября в 17 часов против «Ивановского текстильщика». Продолжение следует...